Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, и мы с вами продолжаем наш разговор о работах в саду в августе. Август – это, тем не менее, и малиновое время. И очень важное время для того, чтобы подготовить наши посадки малины, летней малины, к будущему сезону. Это же время массового созревания малины ремонтантной, или, как мы ее часто называем, осенней. И здесь тоже важно не упустить несколько очень четких моментов по уходу. Итак, мы начнем по порядку с малины летней. Она уже отплодоносила, собраны последние ягоды, и очень важно сейчас сделать несколько операций, которые помогут заложить фундамент будущему здоровому урожаю и здоровым посадкам. Во-первых, что мы должны сделать? Это удалить отмершие, отплодоносившие побеги. У некоторых сортов малины эти побеги буквально на глазах отмирают, как только снята последняя ягодка. Их обязательно нужно вырезать как можно ниже к почве. Почему? Дело в том, что побеги у летней малины живут два года, и за это время на поверхности их коры скапливается множество различных болезней, не говоря о яйцекладках-вредителей. Вырезая и удаляя эти побеги из сада, мы убираем инфекционный очаг. Второй момент. Продолжаем чистить наш малинник. Мы вырезаем всю ненужную поросу. Малина, как кустарник с мощным побегообразованием, в течение сезона постоянно выбрасывает новые побеги-возобновления. Она хочет занять как можно больше места. Но нам это не нужно. Нам необходимо иметь несколько крупных, хорошо вызревших, мощных побегов. Ведь только они смогут дать максимальный урожай качественных ягод. На тонких, ослабленных, лежащих тем более побегах и урожай будет соответственный. На таких лежачих побегах, близко к земле, ягода чаще всего загнивает, даже не успев толком созреть. Поэтому, уже ранее отобрав себе на возобновление самые лучшие побеги, остальные мы удаляем по мере их появления, не давая растению расходовать на них свою энергию. Кроме того, удалив все старые ненужные побеги, пронормировав количество побегов на квадратный, на погонный, то есть метр, мы должны позаботиться и о здоровье. Именно сейчас, когда кора побегов малины еще не одревеснела, когда она нежная, сочная, на нее особенно охотно нападают различные болезни, типа пурпуровой или белой пятнистости и антракноза. Поскольку малина у нас уже отплодоносила и нет риска, так сказать, отравления ягод химикатами, мы можем спокойно обработать наши посадки после того, как удалили все ненужное и лишнее, одним из разрешенных фунгицидов. Это может быть как классические препараты меди, которые мы можем применить одна-двукратно сейчас, либо такие химические фунгициды, как скор, топаз, топсин и другие. Для приверженцев биологических средств защиты я рекомендую обратить внимание на фитоспорин и другие бактериологические или грибковые препараты, основанные на действии грибков-антагонистов для защиты нашей малины. Ведь только здоровая малина способна дать здоровый урожай. Кроме того, именно сейчас на малину нападают и вредители. Мы вроде урожай сняли и забыли, и ушли с малинника. Но вредители-то не спят. И сейчас на молодых сочных верхушках поселяется тляр. А молодые листики охотно грызут различные жуки, листовертки, пяденицы и прочие гусеницы. И нам нужно их тоже из сада удалить. Здесь помогут фитоверм, авертин, аверсектин, другие биопрепараты. Битоксибацилин из бактериологического оружия садовода. Обработав свои сады в течение сезона 1-2 раза свои малинники, мы снизим количество вредителей в саду и сохраним нашу листву и малину здоровой. Но для того, чтобы урожай малины летней в будущем году был качественным, не забываем про подкормки. Если мы перекормим малину азотом, то она не успеет окончить рост. То есть верхушки будут активно растущими, не заложит она верхушечную почку, не вызреет. И такая малина, она обычно подмерзает в зимний период. Мы теряем в таком случае верхушки малины. А это тоже не есть хорошо. Поэтому в августе месяце обязательно подкармливаем малину летнюю такими удобрениями, которые содержат максимальную дозу калия и фосфора. Именно они помогают растению остановить рост и стимулируют одревеснение побегов. Более того, и калий, и фосфор повышают устойчивость растений к болезням. Поэтому, грамотно подкармливая его такими удобрениями, желательно с содержанием микроэлементов, мы и защищаем их также от различных болезненных проблем. После того, как вы прочистили, защитили, подкормили свою малину, не забудьте ее также хорошо полить. Малина предпочитает хорошо увлажненные, не пересыхающие и не переувлажненные почвы. Поэтому полив для того, чтобы побеги чувствовали себя хорошо и хорошо перезимовали, должен быть обильным, регулярным и редким. Не стоит ее переливать. Еще одной проблемой наших малинников являются клещи. Мы все привыкли, что клещи больше вредят яблоням, грушам, смородине, листовой почковой клещей и так далее. Но на самом деле на малине тоже есть свои клещи. И симптомы, которые они вызывают, часто повергаются до вода просто в шок. Листья скручиваются, на них появляются желтые пятна, похожие на вирусное заболевание. Либо листья покрываются густым налетом паутины. Это паутинный клещ, который тоже любит нашу малину. И особенно вредит ей в условиях жаркого, сухого климата. Поэтому, чтобы не ослабить наши растения, именно сейчас, в августе месяце, самое время побороться с этим опасным вредителем. Здесь нам помогут такие препараты, как фитоверм, авертин, аверсектин. Также вместе с этими препаратами можно применить и биологические, смешав их с тем же самым фитоспорином, для того, чтобы наши кусты чувствовали себя еще защищенными от антрофноза, септериоза и других болезней верхней части растения, листовой поверхности и побегов. Редко какой сад обходится без ремонтантной малины. Благодаря ей мы растягиваем период потребления сочных ароматных ягод до самых морозов. Но поверьте, она, как и малина летняя, сейчас нуждается в вашем внимании. И хотя у нее проблем с болезнями и вредителей в силу агротехники гораздо меньше, то есть ремонтантная малина регулярно уходит от малинного жука. У нее обычно меньше проблем с болезнями побегов, типа антрофноза, дидимеллы. Но тем не менее, есть несколько очень важных моментов. И если вы их не сделаете, есть риск упустить урожай. Первое. Сейчас ремонтантная малина активно цветет и завязывает урожай. В южных регионах уже вовсю идет созревание и уборка малины. И она будет расти и плодоносить до самых заморозков. Что нужно малине в этот период? Наиболее важным элементом подкормки в это время для ремонтантной малины является калий. Это может быть как сульфат калия, внесенный в виде раствора, так и зольный настой. И даже просто рассыпанная по почве в посадках малины зола, которую вы потом польете, чтобы раствор попал в зону корня обитания. Еще очень важный момент для малины ремонтантной – это регулярный полив. Даже важнее, чем для малины летней сейчас. Дело в том, что формирование ягод без достаточного полива у малины ремонтантной невозможно. Поэтому поливаем регулярно и поливаем обильно, не допуская пересушивания и переливания земляного участка, на котором растет ваш малинник. Многие спрашивают, так сколько же воды необходимо лить? В зависимости от того, какого типа у вас почва, на 1 метр погонный вашего малинника должно приходиться от 2 до 4-6 ведер воды. В таком случае малина будет обеспечена водой в достаточном объеме. Поливать необходимо 1 раз, максимум 2 раза в неделю, если почвы у вас песчаные, супесчаные, легкие, суглинистые и дождей не выпадает совсем. Если почва тяжелая, то мы поливаем, соответственно, реже. И в первую очередь контролируем состояние верхнего слоя почвы, там, где подходят к ней самые верхние корешки. Если вы видите, что этот слой пересох, то, естественно, необходим полив. Ну и не забываем подновлять мульчу. Она помогает сохранить влагу в почве именно для малины. Ну и, наконец, третий важный момент, без которого качественный урожай собрать невозможно, это борьба с гнилями. Дело в том, что при созревании запрещено применять любые химические средства защиты. А серая гниль в это время, особенно если начались дожди, начинает свое массовое развитие. Что мы можем сделать, что мы можем противопоставить этому опасному заболеванию? Только биопрепараты. Такие как аллерин-Б, гомоэр, фитоспорин, экосат. При обработке ориентируемся на то, чтобы температура воздуха была плюс 18 градусов и выше. И проводим опрыскивание желательно в утренние либо вечерние часы. Заблаговременно посмотрев прогноз погоды, чтобы в течение ближайших нескольких часов дождя не выпадало. В таком случае препараты прекрасно подействуют, не нанеся никакого ущерба нашей малине, нашему саду, окружающей среде. Ну и конечно же, обращаем внимание на состояние нашего малинника. Как и малина летняя, малина ремонтантная постоянно выбрасывает новые побеги возобновления, оттягивая таким образом все силы от выращивания нового урожая. Поэтому регулярно вырезаем все молодые, ненужные нам побеги отрастающие, удаляем заболевшие, увядающие, если их повредили какие-то вредители, либо болезни. И обязательно подвязываем на шпалеру нашу малину. Дело в том, что урожай на одной ветке, на одном побеге малины может достигать нескольких сотен грамм. И под его весом ветки ложатся, иногда даже ломаются. Поэтому перед тем, как приступать к уборке урожая, заблаговременно, еще до созревания, позаботьтесь об опорах для вашей ремонтантной малины. С вами была Юлия Кондратенок. До новых встреч на нашем канале. Подписывайтесь, задавайте вопросы, смотрите наши сюжеты.